Ребятки, всем привет! Меня зовут Тим Байтс, и это мой очередной рум-тур квартиры в Нью-Йорке. Это по счету уже вторая квартира. Это не конец, будет еще, потому что эта квартира у меня до декабря, но не суть. В общем, кто не смотрел мои предыдущие видео, где я рассказывал о том, как я искал квартиры и так далее, эта квартира находится на Манхэттене тоже, в районе Upper East Side, и я, честно говоря, счастливчик, что вообще нашел эту квартиру, потому что это был сложный, тернистый, адский путь, поиск квартир. Те, кто ищут квартиры в Нью-Йорке, знают, как это сложно, вот, но тут я живу до декабря, и я счастлив, что так получилось, правда. Эта квартира тоже однокомнатная, но она раза в два больше предыдущей квартиры, соответственно, мне тут вообще очень просторно, вот, так что сейчас я буду показывать, наливать себе чай, вино, что угодно, и поехали! Итак, начнем с главной комнаты в этой квартире, это спальня. Как вы видите, здесь есть двухспальная кровать, что меня очень радует, как в предыдущей квартире, потому что во многих квартирах, вон, бедрумных, то есть односпальных квартирах, стоят диваны складные, потому что кровать занимает очень много места обычно, и всем удобно ставить диваны, вот. А здесь есть такая кроватка, очень удобная, которую я уже провел почти 10 дней, уютненько, хорошо, меня никто не приснился, как обычно, на новом месте, знаете, но я очень рад, что оно у меня есть. Еще одна удобная вещь, которой у меня не было в предыдущей квартире, это прикроватная тумба. Сюда я могу класть и воду, чтобы сразу пить по утрам ноутбук, если что-то нужно срочно, там, я лежу на кровати, мне лень куда-то подниматься, знаете, бывают такие ситуации. Тут ноутбук лежит, супер! Сюда тоже можно все класть, выдвижные ящики эти, очень удобная вещь. Ну, короче, я думаю, для всех обладателей прикроватных тумб вы знаете, что... Как это удобно, точнее. Такая лампа. Я поставил сюда такой мини-вентилятор, чтобы если ты так роскошно лежал на кровати, на тебя так дуло, ты попивал себе напиточек, поэтому это must have. Рядом с тумбой мы видим шикарный гардероб. Я очень рад, что он у меня есть здесь, потому что в предыдущей квартире, опять же, повторюсь, у меня была просто вот такая зона, мне кажется, чисто очень маленькая для вещей. И сюда я уже положил, развесил очень много своих вещей, не все, конечно. Вот еще чемодан стоит с вещами, но там осенние такие, осенне-зимние шмотки. Тут лежит большинство вещей хозяйки, я не знаю, что тут, кроме гейнера. Вот, коробок там, не суть. В общем, реально очень удобно, что у меня теперь есть гардеробная, где я могу вот так спокойно рассмотреть, какие у меня есть вещи, что мне надо здесь сегодня. Вот, мне не нужно искать, рыться где-то в сумках. Ну, максимум, если понадобится чемодан, там открыть его нужно будет, но не суть. В любом случае, очень удобно, что есть еще такие полочки. Здесь у меня лежат всякие джинсы, брюки, шорты и так далее, а здесь верхняя одежда. Футболки, толстовки, жилетки и все такое. Так что я очень рад, что у меня есть... Причем она большая, гардеробная. Сейчас покажу в другую сторону. На этой стороне есть тоже такая удобная штучка, я не знаю, как ее правильно назвать, но тоже такие ящики для хранения. И сюда я положил нижнее белье, носки, все такое, кепки. Вот, все по мелочи. Не знаю, что еще сюда положить, так что если есть идеи, пишите. Вот, и здесь тоже лежат некоторые из моих вещей. Сумки, там прожектор лизин, который я еще не отдал ей. Короче, смотрите, места здесь реально очень много, поэтому можно закупаться вещами еще, так как я люблю вещи. Надо брать их больше. Шучу-шучу, конечно. Зачем? Зачем тратиться на них? Рядом с гардеробной стоит вот такой вот столик угловой. Я здесь завтракаю по утрам. Очень, кстати, уже комфортно, уютненько. Сажусь здесь, ноутбук, ютуб и ем себе прикрасненько, знаете, очень супер. Итак, другая сторона этой комнаты. Здесь стоит такая вот полка, которая, мне кажется, очень хорошо дополняет интерьер и, в принципе, наполняет эту комнату. Здесь я расположил всякие свои очки, пальцы, украшения и все такое. Духи, которые я смог привезти с собой. И там витамины летают, фотоаппарат пленочный. Вот. Это барный набор, который принадлежит хозяйке. Я еще им не пользовался, но, конечно же, я воспользуюсь. Я думаю, что это можно, раз оно здесь лежит. Вот. Очень прикольно. Смотрите, здесь и бокальчики как будто для мартини, и шейкер, и все такое. В общем, шикарно. Я уже поставил airfryer свой любимый. Опять же, книжки хозяйки, фотоаппарат, не хозяйки, зарядка там от камеры и все такое. Мне интересно. Но, в общем, это реально очень удобная полка, куда я кладу вообще все. Вот тут лежат еще мои ежедневники, ситразы для английского и все такое. В общем, ставлю лайк этой полке, и она супер. Здесь еще есть такой вот диванчик, совсем мини, но очень удобно, когда к тебе приходят друзья, и вам некуда всем расположиться, например, на кровати, то кто-то располагается на диване, кто-то на кровати, и вы так болтаете, смотря друг на друга, глядя в глаза и все такое. В общем, диван тоже хороший, мне кажется, отличное дополнение тоже к интерьеру здесь. Хозяйка, в общем, молодец, очень классно все придумала. Вот, вопросов никаких нет, ничего не хочется поменять. Вот такая типичная красивая нью-йорковская квартира. Ну, красивая именно в формате таких квартир Нью-Йорка. Не новых, а таких более старых, более вот какой-то такой винтажный формат. Ну, в общем, вы поняли. Еще один must-have, который есть в этой квартире, который я счастлив, что он есть, это кондиционер. В той квартире он тоже был, но все равно, знаете, мало ли что. Мне кажется, в некоторых квартирах не бывает даже таких роскошных штук, как кондиционер, и я счастлив иметь его здесь. Ну, что ж, переходим к кухне. Итак, что у нас здесь? Здесь у нас газовая плита. Она старая, это минус, потому что мне приходится постоянно поджигать сжигалкой, чтобы включить плиту. Я отвык от такого очень давно, но ничего, это для меня не так проблематично. Просто немножко странновато, что до сих пор стоит старая газовая плита. Либо я просто не разобрался, как пользоваться, но мне кажется, что все-таки реально плита старого формата. Я не знаю, на самом деле, что здесь показывать, но очень удобно, что вот так вот скрываются все детали кухонные за таким стеклом. Я очень люблю, куда можно что-то спрятать. Это создает более какой-то чистый, я не знаю, интерьер, что ли. Просто к глазам приятнее, мне кажется. Смотрите, когда все закрыто. Из плюсов. Фильтр такой для воды. Почему-то хозяйка отметила его, знаете, как огромный плюс. Она написала, у меня есть фильтр для воды. Я думаю, о, ну, спасибо, спасибо. Видимо, в Нью-Йорке это считается какой-то редкостью и чем-то очень хорошим. Вот. Отвечет, как я тоже отвык, как будто у меня такое было в семье, я не знаю, лет 15 назад. Ну, 10, ладно. Вот. Но в любом случае, конечно, это лучше, чем пить воду из крана. Хотя вода считается здесь тоже более-менее чистой в Нью-Йорке. Итак, другая сторона кухни. Холодильник. Довольно-таки хороший. Тут он оставил вот такой стикер про ретроградный Меркурий. Вот, я уже заполнил его всякой едой. Мне кажется, вместитель достаточно холодильник, все хорошо, нет вопросов никаких. Он, в принципе, достаточно новый. Ну, такой, средний. Вот. Такая вот полка. Здесь тоже рядом с холодильником. Не знаю, что тут, если честно, не копался. Я не смотрел, ничего своего не клал. Вот. Книги какие-то опять. Кофемашина. Кстати, классно что-нибудь кофемашина. Я еще не пользовался ни разу. И, в принципе, все. Но удобно, что, опять же, есть полка, куда можно положить всякое барахло, кухонное и не кухонное. Я люблю полки. Вот мы и подошли к коридору, собственно. Здесь есть такой ящик, где лежат всякие специи, масло, не масло, крупы, макароны и так далее. Один ящик здесь свободный. Не знаю, что туда положить. Большинство здесь не мое, если что. Это хозяйки она оставила. Не знаю, почему. Но мое здесь тоже есть. Так что будем заполнять потихонечку до декабря. Вы готовы увидеть самое классное, что есть в этой квартире? Я когда-то увидел, я просто чуть ли не взвизгнул. Потому что это просто реально американская мечта. Я думаю, многие сейчас поймут меня. И это пожарная лестница. Я просто не знал, что она здесь даже есть. И когда увидел, это просто реально был шок. Потому что это просто ассоциация с какими-то американскими фильмами, с какими-то ретро-фильмами. Очень классно выглядит. И сейчас живет дождь. Хочется все романтизировать, конечно. Но правда, я очень рад, что она здесь есть. Здесь можно выходить, почитать книгу, какие дела. И, в принципе, наслаждаться. Посмотреть, какая там уже красивая осень. Павшие листья. В общем, мне кажется, просто идеально для такого романтика, как я. Залезать сюда, конечно, немножко проблематично. Иногда бывает страшно, потому что сюда очень легко впасть на самом деле. Вот. Но, в принципе, ты не так высоко упадешь. Ну, скорее всего, ты упадешь просто на лестничную клетку ниже, если ты, конечно, не стоишь прямо здесь у края балкона, так называемого. Вот. И так близко здесь находится соседское окно. Типа, по сути, он может открыть и войти ко мне, если у меня будет открыто окно. Вот. Но, естественно, так, наверное, здесь никуда не делают. Это адекватные люди так не делают. Это просто странновато, конечно. Прикиньте, я тут сижу, и тут выходит так же посидеть сосед, например. Вот. Вообще, реально, здесь очень классно проводить время и выходить там пить кофе. Максимально романтизировать, короче, это место, как я люблю. Вот. Очень рад, что есть такое вот местечко мое здесь. Место силы будет мне. Ну, и последний штрих – это ванна. Ванна у меня вызвала больше всего вопросов, если честно. С виду, смотрите, она кажется очень стильной. Такой тоже современный. Классный плакат, висит постер. Вот. Но когда ты входишь, ты замечаешь уже детали. Например. Во-первых. Всем привет. Смотрите, зеркало. Очень какое-то старое, ржавое. Я не знаю, чем оно покрыто. Видно, что его не меняли тысячу лет. Я не знаю, с какого года оно здесь стоит. Далее какие-то, я не знаю, что это как-то назвать, подставки, как будто что-то здесь было. Вот. Тоже ржавое, некрасивое. И очень портит вообще весь вид ванны. Видно, что она какая-то старая. Давно не ремонтировалась, не красилась, не менялась вообще из ничего. Переключатели, розетки тоже. Посмотрите, какие ржавые. Просто ужас. Можно, конечно, не обращать внимания на такие вещи, но это просто очень бросается в глаза. Особенно, когда ты жил в других более современных квартирах. Раньше, конечно же, это немножко очень смущает. Немножко очень, да, именно так. Вот. Что еще? Еще меня смутило то, что здесь вот есть такое пятно синий, я не знаю чего. Если кто-то знает, скажите, как будто какой-то окислитель здесь был. Либо какое-то средство для мытья чего-то осталось и въелось, и теперь ванна выглядит вот так. Постоянно капает из крана. Тоже минус. И я не знал, что вода может смываться из ванны вот таким образом. То есть, зажимаешь тут вот кнопку, и вода смывается. Пока ты ее не зажмешь, один раз, я пока не понял, что это такое, вода набралась уже вот досюда, из-за того, что она капает постоянно вот досюда. И я думал, господи, а почему он не смывается? В итоге я поднял эту штуку, я не знаю, как назвать насос, и вода вся смылась. Слава богу, я хотя бы понял рецепт. Ну, туалет самый обычный в целом, ничего плохого не скажу. Вот, такие книжечки там стоят у хозяйки. И такой шкафчик с всякими уходовыми средствами, шампунями. Короче, здесь я просто разложил все, что есть у меня. Ну, это все остальное тоже хозяйки. Полотенце. Но мне обидится в том, что негде поставить, например, шампуни здесь. То есть, я их кладу просто на краю ванны, не хватает какой-то полки вот сюда. Поэтому у меня цель заказать, что это с Амазона и поставить сюда. Но мне уже в телеграм-канале писали, и в инстаграме, в принципе, писали, когда я краем глаза показывал квартиру, что... Ну, ванну даже. Что она очень классно выглядит. И я, в принципе, соглашусь с теми людьми, кто так скажет. Просто если не обращать внимания на всякие нюансы, то она действительно очень прикольная. и тоже похожа на такую ретро-квартиру из фильмов. Вот. Так что в целом терпимо. Реально. Еще один момент, который меня смущает вообще в Америке, и я не понимаю, почему американцы не любят делать это. А сейчас скажу, о чем я. Ставить люстры. Вообще нет ничего. То есть, потолок абсолютно чистый. Здесь даже не было намека на люстру. Знаете, ничего не продряблено. Я в шоке. Почему? Почему они экономят на этом? Или как это вообще еще объяснить? Я обожаю и неестественный свет, и естественный свет. И для меня это просто вопрос. Типа, я не понимаю, как люди могут сидеть в темноте целыми днями. Ну, конечно, здесь не супер темно, но все равно окна особо не освещают. Первый раз мне показалось, что... Когда я перешел на 5 минут посмотреть квартиру, мне показалось, что она достаточно светлая. И даже светлее, чем предыдущая. Но нет. Здесь реально днем, даже днем очень темно. Сейчас 2 часа дня, и, как вы видите, вообще света практически нет. То есть даже пофоткаться нельзя нормально. Вот, такие вот проблемы, да. Короче, это правда очень удивительный факт. И я не знаю, может, что-нибудь объяснить с чем-то связано в комментариях. Буду очень рад послушать, посмотреть. Вот, зато есть лампа там, на тумбе. Здесь, над столом кухонным. Здесь есть совсем маленькая. Опять же, слава богу, что хотя бы поставили. Но это, конечно, вообще не помогает. Это очень такой локальный свет, который не распространяется на всю комнату. Очень обидно. В общем, мне кажется, я все показал. Надеюсь, вам понравилась моя квартира. Мне она самому нравится, поэтому в любом случае главное, чтобы было комфортно мне. Но буду рад услышать в любом случае вообще все, что вы думаете. Пишите комментарии, как вам, что вам нравится, что вам не нравится. Какие вы увидели для себя достоинства или отличия от предыдущей квартиры. Эта квартира в хорошем районе, на высоком этаже, кстати, на пятом этаже я живу. И здесь не будет хотя бы крыс, как минимум, да? Потому что это не первый этаж. Ну, мышей, точнее. Если кто-нибудь в курсе, наверное, уже все в курсе. В предыдущей квартире у меня была мышка. Вот, и поэтому у меня такая уже, знаете, травма. Но здесь, возможно, будут тараканы, потому что квартира не первой свежести. Я надеюсь, не будет. Но просто это реально абсолютно типичная ситуация в Нью-Йорке, что в квартире тараканы. Либо одно, либо другое. Но пока их не было за 10 дней, пока я здесь живу. Вот, поэтому будем надеяться и стрястим пальцы, что никаких паразитов в этой квартире не появится. Хотел с вами поделиться еще своим открытием, без которого я теперь не могу жить и каждый день это пью. В общем, я в целом фанат Бавл Ти. И каждый день ходил за ним куда-либо. Но теперь... В общем, в супермарке Трейдер Жоз продаются такие вот штуки. Здесь 4 пакетика, в котором находится топпинг. Это карамель, ну, вкус браун шугар. Мой любимый, кстати, я всегда беру Бавл Ти, либо браун шугар, либо старо. Вот. И тапиока. То есть, смотрите, вы берете этот пакетик, который находится в замороженном состоянии. Здесь вот видно, что такие баблы маленькие находятся внутри. Тапиока. Кладете ее в кипяченую воду, вытаскиваете, разрезаете, наливаете в стакан. И сверху заливаете молоком, либо, не знаю, водой. Кто как хочет, но обычно это делается с молоком. Вот. И дальше добавляете еще пару кубиков льда, и все. Это просто прекрасный вкус, который не отличить вообще от кафешек, где делают Бавл Ти. Я не знаю, как я где-то вожил. И это стоит 5 долларов за 4 пакета, то есть за 4 напитка, хотя в кафешках один Бавл Ти стоит 10 долларов примерно. Короче, понимаете, да, разницу? В общем, это реально теперь мой must-have. Я хожу исключительно за этим. Ну, ладно, еще за многим, чем в Trader Joe's. Но, типа, мотивация у меня пойти, когда заканчивается Бавл Ти. О, лифма. Пипец вкусно, просто очень. Каждый раз восторг. Лучший напиток в мире. Ребята, у меня сегодня особенный гость, поэтому сразу просьба не завидовать. Сейчас покажу. Ну, здравствуйте. Ну, здравствуйте. Какими судьбами Томми? Ну, просто. Ну, как? Смотрите, как он украшает... Блядь. Как он украшает эту квартиру. Стомал что-то. Смотрите. И вот так идет эта квартира. Боже, какой ты сладкий. Я тебя люблю. Не обращайте внимания на мою красную кожу воспаленную. Короче, вы спросите, как так получилось, что Томми у меня дома? Я вам отвечу. Девочки ходят по делам. Марина у врача. Настя где-то по городу ходит по своим делам. И, конечно же, я сказал, оставляйте Томми у меня. Точнее, Настя мне предложила этот вариант. Я такой, да, сто процентов. Я очень за. Вот. И на самом деле так реально хорошо, когда животное дома. Я прям очень скучился по этому ощущению. Поэтому мы с ним весь день лежим, целуемся, смотрим фильмы. И сейчас пойдем гулять, скорее всего. Ну, давайте мини-интервью. Как вам вообще? Да, я с вами прилягу, пожалуй. Как вам? Расскажите. Ощущения вообще? Лучше, чем у девочек. Ну, покажи, скажи, скажи. Скажи вслух. Мы все знаем ответ. Предлагаю уделить пять минут этому товарищу все-таки. Достоин внимания, правда. Нет, ну какой сладкий. Я просто его обожаю. Томи! О! Что это, товарищ? Что это, товарищ? Что это, товарищ? Всем привет! Я уже дня три, наверное, не снимал влог. И поэтому хочу сейчас кратко рассказать, что происходит у меня. Что случилось нового. Поделитесь своими новостями. Первое, это то, что я сейчас не обращать внимания на бардак. Он оправдан, потому что я собираю чемодан в поездку. В общем, девочки уже в Сан-Франциско. Мы приедем с Лизой вдогонку, потому что девочки отмечали свою годовщину и поехали раньше. Вот, мы приедем с Лизой и будем кататься три дня по Сан-Франциско. Дальше поедем в путешествие по автодому. Честно говоря, это очень волнительно. Я вообще не понимаю, как это будет. Может, нет идей. И я даже не мог представить, что мне когда-то будет такое в жизни. Поэтому, ребятки, мечтайте, вообще визуализируйте все, что хотите. Потому что это, видимо, работает. Соответственно, до конца сентября мы будем в путешествии. Вернемся только в начале октября. Поэтому первая новость, она вот такая, что вас ждет интересное путешествие. Надеюсь, у меня будут интересные влоги. Оттуда напишите, если ждете. Снова в Абл-Ти. Короче, выгляжу я плохо, я знаю. Я просто вообще не брился сегодня. Очень жарко. И поэтому так же я в толстовке. Не сути. Короче, на днях еще, ну как на днях, дня 4 назад я провел съемку, фотосъемку с девочками. В честь годовщины я предложил им фотосессию у себя дома. И мне нравится то, что получилось. Сейчас покажу результат. Это для тех, кто не видел. Потому что, наверное, вы уже выделили в инсте у девочек, например. Мне очень понравилось, на самом деле, и продюсировать съемку, и быть фотографом. Ну, знаете, придумывать какие-то идеи, потом обрабатывать. Конечно, обработка это моя любимая. Я прям ждал, когда я уже сяду обрабатывать. И скинул девочкам прям в день годовщины, чтобы они смогли выложить. Я очень переживал, что им не понравится, но в итоге им все понравилось. Я, в общем, даже думаю двигаться в этом направлении, в направлении автосъемок дальше и активнее. Потому что мне нравится, мне очень понравилось продюсировать, придумывать какой-то концепт. Выступать фотографом, как я уже сказал. Ну, короче, это то, что меня прям увлекло. Особенно обработка, вы знаете, как я ее люблю. Вот, поэтому, если вы в Нью-Йорке пишите, может быть, мы сработаемся. Цену обсудим в личке, как говорится. Вообще, кстати, если у вас в Нью-Йорке есть какие-то рабочие предложения, я открыт к СММ, продюсированию, фотосъемкам уже. Вот, можем... Все обсуждаемо. Так что пишите, стучитесь во все двери, как говорится. Если что. В общем-то, я пошел дальше собирать чемодан. Если что-то еще вспомню, скажу вам. Но вроде бы как все новости. Эта картина всегда летает со мной. Картина Кореи Ассорти. У меня пришел скейт вот такой вот. Правда, он еще не собранный. Я его буду собирать в Сан-Франциско, скорее всего. Посмотрите, какой он клевый. Правда, в жизни это выглядит немножко крипово, потому что, когда я заказывал, на картинке заказались просто какие-то симпатичные черно-белые картинки. Вот. А так смотришь, и что-то непонятное, немножко реально криповое. Но для фанатов Тру Крайма какого-нибудь самое то. Хочу научиться кататься, поэтому купил себе и возьму с собой вручную кладь. Я надеюсь, меня пустят вообще. Такая вот красота. Красотка. Наряженная, вся уже готовая. Да. Нет, внимание, количество чемоданов на одну персону. Но, когда Марина посмотрит этот блог, она будет знать, этот чемодан весь в ее подарках, блин. Пол чемодана твоя коробка, пол чемодана моя, и все. Я поняла, что если бы я не брала выпрямитель для одежды, то не было бы красивых фоток. То я бы могла с одним чемоданом ехать. Ну, кстати, да. Так что ладно, это не вина Лизы. А то знаете кто? Давай тебе, бусечка. Давай. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok